всем привет сегодня мы будем делать упрочнение 255 давайте приступим как обычно скачиваем наш пакет рейсер для этого нажимаем по синей кнопке и как только он скачался сразу же открываем также у нас есть pdf файлик где вы можете смотреть наше задание и отвечать на вопросы чтобы отвечать на вопросы нужно просто скачать и в нем записывать все ответы и потом отправить вместе с pdf файлик вместе с пока файликом у нас уже открылось наше задание давайте посмотрим что там для этого нам нужно сначала ввести имя далее ввести email и ввести группу нажимаем ok да таким образом мы ввели наши данные и теперь можем приступать к выполнению задания тут у нас все расписано так что это будет очень просто и в этом задании у нас уже есть результаты и мы сможем сразу видеть на сколько процентов мы выполнили задание давайте приступим открываем с 1 давайте его тоже закреплю чтобы он не терялся для этого есть кнопочка топ нажимаем enter мы попали в режим конфигурации с 1 вводим команду enable или просто она готова мы перешли в привилегированный режим далее нам нужно ввести команду шоу ранен конфиг это специальная команда которая показывает всю информацию о нашем устройстве давайте я выведу все вместе и посмотрим что она спрашивает например сколько портов у нас есть у фаз интернета от 0 1 до 24 24 штуки сколько есть гигабит интернетов их всего два также например сколько у нас есть линий устройстве у нас вот line with you 0 4 line with you 5 15 и line консоль 0 то есть у нас всего есть 15 линий от 0 до 15 плюс консольные и так дальше вам нужно будет внимательно прочитать все вопросы и ответить на них все дальше нам нужно создать нашу конфигурацию для устройства то есть настроить наш свитч давайте приступим для этого вводим команду con config terminal либо просто conf t сокращенная его версия далее вводим команду host name host name это команда которая позволяет задать имя нашему устройству у нас подписано что это s1 в топологии но s1 об этом еще не знает мы прописываем host name s1 и теперь наша наш вывод замене заменился с свитч конфиг решеточка на s1 конфиг решеточка теперь у нашего устройства есть имя которое настроено у него прям нем дальше нам нужно настроить порой для линии vti для этого выберем команду line консоль 0 чтобы не путаться в каком режиме нужно смотреть на вот это например это глобальный режим конфигурации это привилегированный режим далее после ввода этой команды вводим команду password и пишем пароль который мы хотим настроить как порой для линий для консольных линий у нас в задании указано что это пароль let me in enter готово далее нужно обязательно указать команду login которые позволяют использовать этот пароль при входе в устройство если этой команды не будет то вы не сможете потом зайти в это устройство либо пароль не настроиться вообще логин готово теперь вводим команду exit чтобы вернуться в предыдущий режим мы были в режиме config line вернулись в режим config дальше нам нужно проверить что наш пароль настроился для этого вводим команду control c и команду and ой если у вас начинается вот такая же штука как меня там setting это означает что вы неправильно ввели команду нажимаем shift control shift 6 control shift 6 не f6 а просто 6 и команда exit готово мы вышли из нашего устройства и на у нас все очистилась теперь нажимаем enter и при входе у нас сразу же спрашивают пароль пароль у нас let me in готово и мы опять вернулись наше устройство дальше нам нужно строить пароль для привилегированного режима то есть если мы сейчас идем команду enable мы сразу же попадем в этот режим нам нужно сделать так чтобы здесь опять нас просила пароль и пароли должны отличаться между обычным паролем и паролем для привилегированного режима давайте его настроим enable мы мы так в этом режиме конфт мы попали в режим конфигурации и теперь enable пасворд c1 знак доллара c0 этот пароль намного секьюрнее чем let me in потому что здесь есть дополнительные символы как числа и например знак доллара готово экзит теперь еще раз экзит теперь первый пароль у нас let me in enable и пароль c1 доллар c0 готово и мы опять попали в привилегированный режим и ввели наши пароли правильно а но теперь если мы ведем команду show running config и полистаем мы можем видеть что наши пароли не скрыты и любой человек кто ведет эту команду сможет увидеть наши пароли поэтому нам нужно настроить пароль более секьюрный для этого у нас есть два способа мы можем либо зашифровать те пароли которые у нас есть сейчас либо перенастроить пароль для режима конфигурации на более зашифрованный для этого переходим в любой режим конфигурации глобальной далее вводим команду enable secret и дальше указываем наш пароль it's a secret enter it's a secret it's a secret да совпадает с помощью спецификатора secret вместо просто password наш пароль будет зашифрован давайте посмотрим show нам нужно ввести команду show running config но чтобы ввести здесь нам нужно прописать спецификатор do show running config готово мы видим что наш enable secret зашифрован то есть тут указано не слово которое мы вводили а набор непонятных символов таким образом человек который у которого будет даже доступ к этой команде show running config он не сможет попасть внутрь нашего роутера и что-то сломать например также нам нужно зашифровать вот этот вот пароль который все еще виден для этого есть команда service password encryption давайте я его скопирую просто и в режиме конфигурации вводим service password encryption либо я могла просто нажать кнопку paste и команда бы уже ввелась теперь опять-таки прописываем команду do show running config и мы видим что все пароли у нас зашифрованы давайте полистаем вниз и вот тут тоже пароль стал зашифрованный теперь ни один из злоумышленник не сможет попасть внутрь нашего устройства теперь нам нужно строить баннер для этого вводим команду banner mode давайте я скопирую вводим banner mode и далее указываем наш текст какой-нибудь текст enter давайте я настрою так чтобы был такой же текст как в задании для этого я ввожу уже скопированную команду готово теперь нам нужно сохранить все вот эти наши настройки это вводим команду control c попали в привилегированный режим копии running config startup config не забывайте использовать tab у нас уточняет точно ли мы хотим записывать в startup config нажимаем enter готово таким образом мы сохранили все настройки которые мы проделали выше готово давайте нажмем кнопку check results и assessment items тут мы сможем посмотреть что мы настроили а что еще не настроено либо настроено неправильно у нас настроен полностью s1 и задание выполнено на 50% нужно строить точно так же s2 давайте очень быстро это сделаем я например воспользуюсь команду history ctrl-shift-sh show history и тут будут все последние команды которые мы использовали потом мы их просто скопируем чтобы не переписывать вручную enable conft hostname s2 далее нам нужно что настроить пароли для линий line console 0 password let me in готово логин готово логин далее нужно настроить enable password вводим ctrl-c опять-таки conft enable password пароль у нас был c1 доллар c0 далее enable secret у нас был давайте посмотрим it's a secret ctrl-c c paste enter что у нас еще осталось нам нужно настроить баннер для этого находим команду которая настроит баннер чтобы ее не прописывать вручную paste enter теперь нам нужно зашифровать все наши пароли и скопировать нашу конфигурацию для этого мы используем эти команды из s1 copy running config startup config копируем и команда service password encryption где она вот она copy s2 paste готово и осталось copy running config startup config который мы тоже возьмем у s1 copy running config startup config copy s2 paste спрашивает просто там конфигурация готово таким образом мы научились настраивать наше устройство научились вводить команды и научились ставить пароли и баннеры на наше устройство и делать их более безопасными и защищать от злого умышленников а на этом все всем пока пока пока